Приветствую вас и, как минимум, у мужчины есть к вам чувства. Другое дело, какие это чувства, то есть, ага, насколько это сильные к вам чувства. Потому что, если мужчина говорит о том, что он скучает, хочет слышать вам голос, это симпатия, это страсть, это влюбленность, это желание быть с вами, видеть вас. Но нельзя говорить о любви, если вы об этом. Потому что любовь это или нет станет понятна только на прохождении какого-то определенного количества времени. Скажем, полгода или нескольких лет. По поступкам мужчины можно также определить, является ли его отношение к вам любовью или нет. Это если человек стремится заботиться о вас, стремится сделать вас счастливой и ставит свои интересы на первое место в подравнении со своими. В этом случае можно однозначно совершенно говорить о том, что у человека есть к вам чувства. Но следует отдельно помнить и отдельно отметить, что эти чувства не означают сохранение их в дальнейшем по отношению к вам. То есть в будущем этих чувств может и не быть. В будущем эти чувства могут изменяться, могут различаться по своей интенсивности, по силе, по проявлениям. И это тоже нужно понимать. Поэтому, если говорить о чувствах, то это актуально только относительно того, что имеется сейчас. А в будущем, что будет, не знает никто, в том числе и мужчин. Потому что люди, как правило, руководствуются теми чувствами, которые он встречал. И их поведение, оно подчинено именно им. Вот он сейчас испытывает к вам влюбленность. Он сейчас испытывает к вам страсть, допустим. И его поведение подчинено именно этому проявлению чувств. А если в будущем он будет испытывать что-то другое, то его поведение изменится. Поэтому не считайте, что то, что есть сейчас, и то, что вам говорят эксперты, это незыблемо. Это стабильно. Это только временно. Временно, если вы не будете ничего делать для того, чтобы чувств поддержать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.